Доброе утро! Очень активно работают, большие молодцы все, так как наши результаты становятся с каждым днем все лучше и лучше, это очень радует и вообще у нас только хорошие новости. Мы сегодня поговорим об организации работы на март, на апрель месяц. У нас предстоит впереди очень грандиозное событие, но в каждом дне у нас идет работа. И я хочу сказать вам, что у нас в марте очень хороший такой вот прорывной результат. К нам пришли очень серьезные лидеры, подключаются к нашей команде. Я надеюсь, они также уже будут подключаться к нашим последующим планеркам. Я даже вам могу перечислить страны. Это Татарстан, это уже серьезные лидеры, которые приходят со своими структурами, которых не нужно обучать, которые знают, как эта система работает. Поэтому нас всех это очень радует, это все работает на наш общий совместный результат. К нам присоединяются очень крупные и серьезные лидеры с Венгрии, с Польши, с Норвегии, четыре страны. Сейчас идут переговоры с Украиной, с Белоруссией. Поэтому, коллеги, все замечательно, не отстаем, идем очень таким большим шагом. Сегодня мы просто поговорим по нашим внутренним шагам, по нашей внутренней работе. Вы знаете прекрасно, вчера Инета Анжена, сейчас я также вижу ее на площадке, сделала очень просто прекраснейшую встречу для партнеров, где наиподробнейшим просто образом рассказала все новости по нашим новым пакетам, новости по нашему новому маркетингу, по нашему личному кабинету. Я надеюсь, сегодня в течение дня будет эта запись. Пожалуйста, еще раз прослушайте и перешлите всем своим партнерам, всем своим лидерским советам, для того, чтобы вы были в курсе. Я просто сделаю еще такую небольшую картинку. Те, возможно, кто еще не знаком, мы не будем останавливаться на этом. Но вы все региональные лидеры, вы работаете со структурой и вы прекрасно понимаете. Еще раз посмотрите, насколько прекрасный сейчас стал маркетинг-план благодаря нашим с вами шагам, нашей работе, нашим улучшенным результатам и объемам. И мы только движемся и растем. О чем мы сегодня поговорим? Коллеги, у нас очень много, как я сказала, новых региональных лидеров. И я еще раз хочу проговорить о тех моментах, которые постоянно задаются, постоянно спрашиваются, чтобы мы уже наконец-то поставили очень жирную точку с вопросами, где соглашение, когда будут документы, когда будет одно, когда будет другое. Коллеги, вот я просто здесь специально, просто по организации нашей работы, буквально в первоочередном порядке поставила вот такие пункты. Пожалуйста, зафиксируйте себе, еще раз соструктурируйте свою работу. Что важно нам для работы? Значит, очень многие также задают вопросы. Еще раз, кто уже даже начинает работать? Я бы хотела открыть представительство, я вот хочу быть представителем и так далее. Коллеги, мы не открываем представительство и не наделяем никого никакими полномочиями. У нас есть возможность быть региональным лидером и получать дополнительные бонусы за инвестпроводящую систему, то есть за привлечение инвестиций. Вы уже об этом прекрасно знаете. Поэтому самым первым нашим шагом в организации нашей работы, это является своевременное, как я уже все время посылаю вам информационные письма, это своевременное прислать план для работы на месяц. То есть, чтобы мы это вставили в общее расписание. На сегодняшний день вы знаете, что это расписание выставляется и в компании РСВ, головной компании, и Capital. То есть, это повсеместно идет в работу. На вас фокусируются, на вас выходят другие люди. Я думаю, вы это также уже заметили, вам начинают звонить. Поэтому самый первый важный момент. Сорганизуйте свой план работы на ближайшие три месяца. Мы уже об этом говорили. Мне нужен ваш план на ближайший месяц. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Поэтому самый первый важный момент. Ваш план работы, расписание, которое стоит уже в общем расписании, компаний, в новостях, во всех чатах, на всех страницах, во всех группах, в рассылках по общей базе и головной компании, и компании Capital. И, соответственно, это равнозначно зачислению бонусов на следующий месяц с 1 по 5 число следующего месяца. И только второй пункт. Мы делаем соглашение на сотрудничество. Мы обмениваемся материалами. Все, что вам нужно для работы, для того, чтобы почувствовать единый фирменный стиль, как мы говорим. Все, что нужно для работы. Пожалуйста, хочу сделать здесь очень большой акцент. Не переживайте по поводу соглашений. Вы понимаете, что когда вы присылаете мне соглашение, я должна переслать эти соглашения следующей инстанции. То есть, Евгению Кудряшову и так далее он должен выслать вам. Сейчас мы приняли решение, чтобы не делать такой долгий путь. Мы просто эти соглашения все полностью подписываем и выдаем вам в Минске. Я надеюсь, здесь все региональные лидеры будут на этом просто уникальнейшем событии. Поэтому не переживайте. Если даже кто-то не сможет приехать, по каким-либо причинам мы это высылаем. Но я сразу хочу сказать, что это никаким образом получение этого соглашения вам на руки не зависит на получение ваших бонусов. Как только вы размещаете свою информацию о вашей работе, то есть это наше обоюдное соглашение. Это первый момент. Как только вы размещаете в общем расписании, то есть присылаете мне, то со следующего месяца, с 1 по 5 число, вам начинаются зачисляться бонусы в личные кабинеты. Я надеюсь, это понятно и вы это уже увидели очень многие. Конечно, в организации работы очень важно, вот третий пункт, да, знание условий сотрудничества и требования сотрудничества. Это то, что вот мы сейчас буквально проговариваем. Коллеги, как только идет размещение информации о вас, конечно, на вас начинают выходить люди. Мы сейчас будем говорить о нашей страничке региональных лидеров, вам начинают звонить. Вы становитесь персоной, публичной персоной. Пожалуйста, соблюдайте бизнес-стиль, деловой стиль одежды, грамотная подача и знания, презентации, информации, всех новостей. Поэтому вы видите, что я все время пишу обязательное присутствие на планерках. Не потому, что мне хочется кого-то там подстегивать. Сейчас в этом нет абсолютно никакой необходимости, потому что в нашей группе только осознанные лидеры, которые действительно знают, где они находятся, для чего они находятся и что они хотят в этой жизни. Поэтому наша задача просто действительно помочь сделать такое замечательное пространство помощи, для того, чтобы все это сонастроилось и работало дальше. Коллеги, очень важный момент. На первых трех пунктах, я надеюсь, понятно. Кто-нибудь поставьте плюсики для того, чтобы мне видеть вашу обратную связь, что мы больше к этим вопросам не возвращаемся. Это все понятно. Если есть, возникают какие-то вопросы, потому что сейчас действительно очень быстро стремитель. Коллеги, благодарю вас. Спасибо большое. Следующий момент. Непосредственно, что нужно организовать. Замечательно. У нас просто вот супер вообще пилотная команда. Самые большие молодцы. Мне уже не терпится встретиться с вами, со всеми, лично еще увидеться и познакомиться в Минске. Поэтому переходим к четвертому пункту. Поездка в Минск. Сейчас вы видели уже много объявлений и приглашений регистрации. Коллеги, сейчас два шага, которые обязательно нужно сделать вам и вашим людям. Пожалуйста, будьте ответственны в этом. И сорганизуйте также ваших людей в регионах, которые приходят на ваши мероприятия. Прямо максимально постарайтесь сообщить всем, что нужно обязательно зарегистрироваться на мероприятия. Это нужно для наших организаторов. Вы не представляете, какой титанический труд организовать такое огромное, просто колоссальное мероприятие на эти два дня. И сейчас ведут подготовительные работы. Первый шаг – зарегистрироваться. И второй – обязательно оплатить мероприятие 15, с нашего личного кабинета 15 долларов. Это сумма на два дня, то есть первый и второй день. Это организационные сборы. И вы понимаете, что затратная часть очень большая, поэтому это та минимальная символическая сумма, которая просто человека призывает к ответственности. И это абсолютно нормальное явление, это небольшие суммы. Еще раз напоминаю о том, что также было много вопросов, каким образом идет регистрация. Если мы едем группой, будет ли возмещаться транспорт, проживание и так далее. Коллеги, всем, кто едет на это мероприятие, будет возмещаться вне зависимости, на каком транспорте вы едете. Если даже вы в своем городе, либо в стране организовали группу, автобус, вам нужно только, для того, чтобы приехать в МИСК, вам нужно только приготовить чек полной стоимости бронирования этого автобуса, например, и список этих людей с их имайлами. И тогда мы в общем списком будем подавать уже тогда Евгению Кудряшову в отдел финансирования, где будут зачисляться, возмещаться дополнительные акции. Поэтому это вопрос просто организационный. Я сейчас к вам, ко всем обращаюсь, как к руководителям, которые понимают цену того, что как нужно вовремя, своевременно все организовать. Поэтому это очень важный пункт. Пожалуйста, в марте месяце сейчас займитесь этим, не откладывайте на апрель. В апреле у нас, поверьте, будут очень много других задач, мероприятий и дел. Поэтому сейчас вот мы говорим про организацию работы в марте, что очень важно сделать. Следующий момент. Страница представителей. Я по-прежнему ожидаю ваших фотографий и тех пунктов, сейчас мы к этому моменту также перейдем. Тех пунктов, которые я уже рассылала каждому в письме. Сейчас мы проговорим про них. Один момент. Вот они. Начинаем оформлять страницу на сайте наших региональных лидеров. Коллеги, можете сделать скрин. Я выставлю, продублирую это еще раз в личном кабинете. Не в личном кабинете, вернее, в личном чате региональных лидеров. Ваше фото, имя, фамилия, точный адрес проведения презентации, расписание работы. Вот всего четыре пункта вместе с вашей фотографией. Вы понимаете, мы запускаем сейчас сразу несколько, много процессов. Вы видите здесь обновленный план. Я просто еще раз его дублирую, для того, чтобы еще раз посмотрели, какие шикарнейшие условия у нас для работы. Расписание презентации на апрель до 25 марта я жду от каждого из вас, от каждого регионального лидера. Не 30-го, не 31-го до 25 марта. Полностью будет сформировано все и выставлено, соответственно, в рассылку, в общую рассылку. Поэтому сейчас уже планируете апрель месяц. Конечно, важным мероприятием будет поездка. Но до 20 апреля ваше расписание должно также уже фигурировать. Коллеги, что мы сейчас начинаем делать? Я сейчас еще раз возвращаюсь к нашему плану, то есть странице представителей. Вот с этих данных, страниц представителей, на которые вы мне присылаете, первый момент. Идет рассылка, идет в регистрацию, идет на страницу представителей, которая сейчас формируется. Вы понимаете, мы не можем по два, по три человека заполнять эту страницу. Мне нужны все ваши данные до 20 марта, которые я передаю уже в IT-отдел, который формирует эту страницу. Поэтому это ваша полная ответственность, максимально в короткие сроки, до 20 числа, я бы сказала, прислать все эти данные. Что мы делаем на основании этих данных? Уже на этой неделе, получив ваши данные, которые вы присылаете для страницы представителей, мы делаем внутреннюю рассылку, как я и обещала, как я и говорила. То есть, например, мы берем, вот я здесь видела представителя Олега Юрьевича, например, Крым. Мы делаем полностью выгрузку по Крыму. Мы ставим ваши данные с вашей фотографии, может быть, без фотографии, но там очень важно, чтобы стояли ваши реквизиты. То есть, фамилия, точный адрес проведения мероприятия, расписание работы. То есть, мы сейчас в течение марта до конца этого месяца каждого регионального представителя, каждой страны, региона, либо города сделаем персональную выгрузку и сделаем персональную рассылку лично под вас, с вашими данными, где у вас проходит регистрация. Мы будем знать, какое количество по Новосибирску, по Крыму, по Казахстану, по Прибалтике. Поэтому это тоже колоссальная работа, вы понимаете, помимо того, что постоянно идут переговоры, постоянно улучшаются условия работы и маркетинг плана, и условия работы представителей. Вы видите, что буквально за месяц, за два постоянно идет улучшение бонусного плана, улучшение самой стратегии работы. Поэтому, коллеги, подтягиваемся в плане организации своей работы, своевременной подачи информации. Поэтому, вы видите, вот шестой-седьмой пункт я прямо специально выделила другим цветом. Коллеги, план на апрель месяц до 25 марта я жду от вас. Данные по представителям я жду от вас также. Как только я получаю, некоторые мне уже прислали, благодарю вас за оперативность. Как только вы присылаете мне эти данные, сразу же я даю задание в IT-отдел, чтобы сделали выгрузку именно по вашему региону. Вы даже будете примерно знать количество инвесторов в вашей стране, либо регионе, либо городе, где вы проживаете, в области. И мы делаем отдельную рассылку именно под вас. Приглашаем на ваше мероприятие, уже адрес вы присылаете, все данные есть. Вот эту работу мы проделываем сейчас в марте. Для того, чтобы вас уже заикарить, зафиксировать в вашем регионе и перефокусировать всех наших инвесторов к вам, чтобы у вас была максимальная заполняемость залов, чтобы вы проводили региональные свои мероприятия, знали в регионах своих инвесторов. Причем вы знаете, что к вам будут обращаться люди не только с ваших структур, это региональные инвесторы, люди, которые работают также с других структур, возможно, с других компаний, которые только, может быть, подключились и хотели бы с вами познакомиться. Поэтому, коллеги, вот себе ставьте такой план до 20 числа, прислать полные ваши данные с фотографии. Я уже просила вас сделать фотографию о себе. И мы начинаем просто очень мощно монетизировать, рекламировать вас на ваших регионах. Еще раз подтверждаю, это будет рассылка не по общей базе данной, а по внутренним данным вашего региона. По общей базе данных рассылается общее расписание, где также вас все видят. Плюс формируется страница. Коллеги, вам это нравится? Какие-то, может быть, пожелания, ваша обратная связь? С удовольствием мы всегда прислушиваемся. Но это нужно сделать нам сейчас в марте, для того, чтобы нам просто структурировать дальнейшие шаги. У нас разворачиваются просто грандиозные события. Я надеюсь, Анатолий Эдуардович Юницкий самостоятельно озвучит вам все в Минске. У нас просто колоссальный шквал новостей. Но формат нашей встречи подразумевает организацию только нашей внутренней работы. И все своевременные новости мы все получаем вовремя. Что еще по организации нашей работы? Значит, коллеги, прошу обратить ваше внимание. Вот посмотрите, пожалуйста, вторая строчка расписания презентации на апрель. Я очень прошу, просто вот я делаю на этом акцент. Пожалуйста, присылайте мне в такой форме. Я сейчас обращаюсь к региональным лидерам, потому что просто вот все наперекосяк. Зовут так-то, адрес такой-то, город, страна, дата проведения, презентация, фамилия, телефон. Все. Больше ничего не нужно, никакой лишней информации. Все остальное вы присылаете прямо отдельным письмом, не кашей. Следующее ваше письмо, то есть первое – расписание на апрель. Второе – начинаем формировать страницу. То есть для страницы информация, для страницы представителя, регионального лидера. Понятно, да? Что у нас еще? Один момент. Вот, коллеги, есть ли у вас вопросы именно по этим пунктам? По последовательности ваших действий, по организации работы сейчас, по сонастройке? Пожалуйста, прямо сейчас можете написать вопросы. Отдельно, что я хотела сказать еще по новостям. Вы знаете, что у нас уже действует в личном кабинете англоязычная версия. Буквально с этой недели уже появятся все дальнейшие юридические документы обещаны и так далее. Коллеги, мы зависим только от IT-отдела, который, естественно, проверяет. И мы не торопимся с тем, чтобы у нас не пропала ни одна запятая. Вы понимаете, у нас информационно-цифровой материал в личных кабинетах очень важный, очень ценный. Поэтому не торопимся. Два-три дня не играют роли для того, чтобы получить тот же самый там выписку из реестра или еще что-то. Но вы видите, какими семимильными шагами мы идем. И давайте прямо по вопросам, для того, чтобы все соструктурировались. Есть ли в Израиле региональные представители? Коллеги, вы на этот вопрос можете смотреть в нашем общем расписании. Если вы видите, что в общем расписании нет человека-организатора, который проводит такие мероприятия, на сегодняшний момент пока нет. То есть в Израиле региональные представители у нас... Ну как, у нас нет представителей, у нас есть региональные лидеры. У нас есть сейчас... Мне нужно посмотреть, кто у нас в этом регионе есть. Но я еще раз говорю, пожалуйста, для вас вот этот список должен быть номер один. Выходите, пожалуйста, на связь с этими людьми. Если вы также в этом регионе работаете, если у вас появляются новые люди. Я сейчас не могу вам сказать... У нас есть в Израиле люди, но которые сейчас только приступают к этой работе. Поэтому я не могу вам сказать точно, насколько сейчас там активно идет работа. Каждый конец месяца показывает наши результаты. И кого-то я знаю очень хорошо, потому что каждый региональный лидер свою инициативу проявляет по-разному. Я вам могу сказать для примера. Вот сейчас у нас подключаются серьезные уже европейские страны. Они просто каждый день выходят со мной, с Инетой, на связь. Они переуточняют, они готовятся, они делают переводы и делают очень шагов. Коллеги, мне очень хотелось бы, чтобы каждый из нас точно так же проявлял свою инициативу, делал самостоятельно. Возможно, предлагал какие-то свои возможности по сотрудничеству, по работе. Мы вместе, одна единая команда, у нас нет здесь начальников и подчиненных. Наша задача создать те условия, которые нам были бы комфортны для совместного результата. Поэтому если еще есть вопросы по организации работы, мне важно понять, что мы все понимаем одинаково наши действия, наши шаги. И в дальнейшем правильно передаем нашим новым людям, которые приходят, информацию. Малахова Татьяна. Татьяна, пожалуйста, напишите мне в личку, я еще раз посмотрю все графики, все таблицы. Что-то сейчас на данном этапе выставляется в общее расписание, что-то еще стоит в черновиках условно. Мы досогласовываем какие-то нюансы с региональными лидерами, доуточняем и так далее. То, что стоит в общем расписании, это те люди, которые уже приняли ответственность, которые работают и которым мы только рады помогать. Есть ли еще вопросы, коллеги? Если нет, мы будем завершать, у нас много работы, у нас сегодня рабочий день. Какие еще работы по организации? Если по организации вопросов нет, еще раз напоминаю, тогда запишите себе два пункта задания. До 25 числа я жду ваше расписание на апрель. И второе задание к следующей нашей встрече, это как раз уже 20 числа, это прислать мне полностью информацию для страницы наших региональных лидеров. Все, и мы не теряем время, мы начинаем работать дальше. Работа по выгрузке тоже занимает время. Это не одна секунда. И, к сожалению, я не имею такого доступа, чтобы сделать ежеминутную выгрузку по любой стране. То есть мне нужно сформировать тех задания, мне нужно оформить это, передать в тех отдел, затем поступают эти списки и формируется объявление о вас, о ваших мероприятиях, о вас лично, о месте расположения ваших мероприятий, о вашей работе. Я вижу, есть вопрос. Вот уже несколько дней не получается оформить новые пакеты с дисконтом 600. Партнерам есть какая-нибудь информация? Да, Людмила, информация есть. Как я уже сказала в самом начале, мы очень ожидаем запись информационной встречи для партнеров, которые вчера проводила Инета Анжена. Поэтому просто внимательно прослушайте. В двух словах я могу вам сказать сейчас, что вчера, вчерашний день был полностью потрачен на то, чтобы в личном кабинете сформировать и переустановить новую функцию английской версии. Был небольшой сбой и по этой причине просто таким образом удалилась эта функция. Сегодня это уже все стоит на местах, поэтому просто заходите в личный кабинет и посмотрите, все восстановлено. Я уже обращалась в техподдержку, пока ничего не говорят, когда заработает. Коллеги, ну заходите, зайдите сегодня днем, зайдите еще вечером. Просто я вам сразу говорю, что на IT-отдел сейчас, ну, навалено не может, может быть не очень хорошее слово, но просто очень большая нагрузка. Мы даем очень много тех заданий, обновлений по маркетинг-планам, по условиям, по новым пакетам, по новым бонусным планам. Просто вот целая гора, которая, ну, даже техника не выдерживает. Поэтому давайте наберемся терпения, мы все лидеры. Все это будет. Вы просто заходите в личный кабинет. Вы можете выбрать любой из пакетов, который также на 10 месяцев. И затем в техподдержку присылаете скрин, да, что у вас была, допустим, там такая-то программа. Вы выбираете пакет на сегодняшний момент, это пакет на 25 долларов, да, в рассрочку на 10 месяцев и на 100. Но вы, когда в техподдержку будете писать письмо, вы напишите, что какую сумму вы хотите, 10 месяцев у вас остается, бонус у вас такой же, не бонус, вернее, а дисконт у вас такой же остается, 600, это по этому вопросу. И уточните сумму, вам просто там поправят. Но ближайшие, буквально, может быть, часы даже, я думаю, что в личном кабинете эта функция восстановится. Поэтому, Людмила, ожидаем, буквально, подождите немножко. Есть ли еще вопросы по организации, по срокам, по каким-то нашим действиям? Коллеги, еще раз хотела бы сказать, что до 25 мая я полностью формирую расписание, которое будет уже выставлено. Да, как я уже говорила, пожалуйста, сорганизуйте работу так. Я не просто сейчас обозначаю эти даты, потому что у меня также очень плотный график работы. Я являюсь также региональным лидером. И также планируемые поездки, также планируемые выступления. И я не всегда сижу у Скайпа. Пожалуйста, поймите это. Без всяких вопросов, без всяких обид, просто осознанное понимание о том, что мы все очень заняты. И, может быть, в течение полтора-два дня я могу даже не увидеть ваше объявление. По той причине, так как я такой же спикер, как вы, я выступаю, я езжу на презентации в различные регионы, и в Эстонии, и в Санкт-Петербурге, и в других городах. Поэтому, пожалуйста, сорганизуйтесь по тем датам, которые мы сегодня проговорили. Так, в общем расписании, где? В чате. Коллеги, давайте мы уже прекратим этот детский сад. У нас каждую неделю был предыдущий месяц, и сейчас у нас есть общее расписание онлайн-мероприятий и общее расписание оффлайн-мероприятий, которые вы проводите в своих регионах. И это расписание идет по нашей общей рассылке. Это расписание я постоянно выставляю, дублирую в нашем чате региональных лидеров. Пожалуйста, не задавайте таких вопросов, на которые просто даже смешно отвечать. И вы региональный лидер или кто? Я не понимаю тогда, к чему эти вопросы. Пожалуйста, возьмите на себя ответственность и сначала изучите, посмотрите информацию. Значит, вы только вошли, Татьяна, замечательно, поздравляю вас, но, пожалуйста, проявляйте самостоятельность, изучайте информацию, просматривайте. Если что-то непонятно, мы разжевываем уже этот третий месяц. Может быть, вы тогда не готовы пока быть региональным лидером? Пожалуйста, сорганизуйтесь. Нам просто сейчас некогда расслабляться и заниматься какими-то воспитательными вопросами. Понимаете? У нас сейчас просто ответственнейший этап. Буквально в ближайший месяц будет смена этапа работы. Сейчас все 15 этапов уже переформированы и на более короткие сроки. Поэтому, коллеги, пожалуйста, включайте максимальную концентрацию своего внимания. Работаем очень слаженно и помогаем друг другу. Если вопросов нет, мы будем завершать. Татьяна, я понимаю, но, пожалуйста, проявите ответственность и просматривайте ту информацию, которую я выставляю в чате и которая идет по рассылке. Если вы выявили желание быть региональным лидером, пожалуйста, включайтесь в работу. Итак, мы будем завершать сегодняшнюю встречу. Если вопросов нет, я еще раз благодарю всех за работу. Я хочу провести внеплановую презентацию 19 марта в Гродно, как добавится в расписание. Николай, замечательно. Вы можете на внутренних чатах это проводить, но, коллеги, я очень вас прошу сейчас ответственно давать мне информацию, потому что эта информация уходит сразу в рассылку. Вот на апрель. Сейчас мы говорим про апрель. Мы можем дополнительно сделать, мы же будем, Николай, делать сейчас внутреннюю рассылку по Гродному, и мы это сделаем обязательно. Просто мне в личку напишите, допустим, эту информацию, и мы сделаем по внутренней рассылке. Я сейчас говорю по общему расписанию. Пожалуйста, ответственно к этому относитесь. Я сегодня, наверное, уже седьмой раз об этом напоминаю вам, что у нас идет в общее расписание на месяц теперь. Не на неделю, а на месяц. Но каждую неделю мы будем делать внутреннюю рассылку. Поэтому никто мимо вас в вашем регионе просто не сможет пройти или как-то потеряться. Поэтому, коллеги, надеюсь, на сегодня у нас все. У каждого есть план работы, текущий план работы. Я жду от вас информацию для того, чтобы мы могли помочь друг другу своевременно все это сделать и своевременно получить хороший результат в конце месяца. Если вопросов больше нет, то мы будем сегодня завершать нашу встречу. Я желаю вам всего хорошего. Я желаю вам ответственного подхода к нашему сегодняшнему этапу, потому что действительно очень много позитивных шагов, очень много позитивных подписанных соглашений, договоров с различными, также новыми фондами, с подрядчиками по нашему проекту. И нам просто остается идти и радоваться нашей работе, нашим результатам и помогать нашим группам в наших регионах. Коллеги, всего хорошего. Еще раз благодарю вас за нашу работу совместную. И до следующей встречи. Я от вас жду ваших расписаний. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.